что живет всем привет с вами снова я артем и мы с вами продолжаем проходить batman архом night у нас очень-то вторая часть по загадочнику и в этой части мы с вами разгадаем весь остров миоганья с вами соответственно все трофеи все эти загадки собственно говоря все разрушаемые объекты всех этих как вот об заложников этих жертв как он их тут сам называет до загадочника я вам естественно все покажу как решается здесь в общем то самое интересное именно у нас будет как бы как минимум в загадках потому что на самом деле я тут вставил небольшой такой фрагмент когда я уже ну как бы как который я уже записал то есть он у нас будет в предфинальной части прохождения и соответственно там он тоже будет да но в общем там мы соответственно до решали о вашем последнюю загадку в приюте это в приют пинки он по он так называется да вот и там я соответственно ее решил но при этом я решил почему бы ее не спилить именно еще и в это видео чтобы люди не как бы не особо сильно смущать людей скажем так и в общем чтобы все было у нас в одном месте вот но тем временем очень вот тут первый трофей берем уж меня он тут сейчас на карте показываю где он находится вот мы его забираем мне на самом деле не очень в игре понравилось то что по сути нельзя отмечать эти объекты эти разрушаемые в на локациях то есть например на дирижаблях стега на этом на в этом штабе рыцаря архама в в этой в панеса студиусе почему потому что по идее вот на ну как бы именно щиты щиты вот вы можете отмечать себе а вот почему-то остальные разрушаемые объектом примерно тех же самых да вот локациях вообще вот не можете отмечать это как как мне кажется слегка странно ну и вот в общем то у нас еще один трофейчик тут недалеко от здания gcpd как видите находится вот собственно говоря мы его и получили следующий трофей и он у нас находится где я уже просто так забыл знаете ли так у нас помимо находится на этой на станции метро да он тут по им просто берется и все то есть загадку никакой по сути гадать не надо разгадывать гранд-авенео да так и вот тут он у нас на на крыше поезда находится да в приюте у нас этих трофеев нет но там у нас есть две две эти две загадки в общем-то ридлера в общем-то на самом деле их у нас будет именно как минимум три потому что я вам покажу как бы два варианта решения одно из них собственно говоря где этот где что-то там хочешь на свободу что проще может быть с ней с ними с ними ошейник завели тучу мышку что-то как-то так она по-моему как-то звучит я уже просто давно играл знаете я уже просто забыл как тут все как тут все эти загадки в общем-то звучат в принципе не особо удивительно но он это еще в общем-то скажет нам естественно вот трофей номер четыре у нас находится вот здесь вот просто сейчас влетается так вот в окошко и тут вот он очень-то лежит соответственно вот он до 4 найден следующий трофей он у нас где он у нас вот здесь вот где туда бы на этом на масса на мосте на мосту ну как бы недалеко от моста который у нас на остров блик везет вот нам нужно вот сюда вот сейчас шмальнуть вот сюда вот здесь нужно сейчас чуть-чуть поиграться тут то есть такая загадка не слабенькая довольно надо сказать именно для этой серии я тут так слегка разбирался в принципе как она работает как ее в принципе нужно разгадывать и в итоге очень туда шел все-таки нужно короче вот этим вот человечком его нужно вот на то вот этого поставить на тот пульт скажем тогда и потом соответственно нас трофей откроется то есть вот я тут понимаю как бы как ее сделать в принципе так такой думаю понятно то есть это едет туда-обратно вот конечно файт загадочника мне довольно сильно понравился то есть там прям так это довольно интересно именно с ним механика сделали основанную еще на женщине кошки то есть так как мы по сути не можем убивать по моему бэтмен он не может убивать красных этих да за загадка ботов как они там называются да вот та женщина кошка она может но зато она не может синих убивать так сейчас мы им очень то вот сюда вот его заводим сейчас мы как бы убиваем и сейчас мы его опять возрождаем или чем синтезатором его подпускаем вот сюда вот на кнопочку вот и все вот по сути у нас пятый трофей я понимаю да ну как же я вас не как бы не лишая удовольствия насладиться его всяким бомблением загадочника особенно это очень то будет в последних частях заметно то есть там где у нас не там 80 будет уже процентов решено он там так бомбить будет по этому поводу это всегда довольно забавно слышать так тут нам нужно в общем то тоже решить задачку вот этим вот шариком в котором у нас находится как раз таки этот собственно говоря вопросик наш трофей как мы тут как-то это что-то как и голову помню поломал слегка как ее решать то логично что надо на этом на мобиле нашим основана так я думаю что тут верхний вытащить щетки попробовать да так вытащили так теперь он где теплом нужно вот эту до вытаскивать на теперь нужно в общем то вытаскивать вот это вот блок наш так он там еще ниже укатился так господи уже все все кнопки понажимал так тут у нас а ну и здесь мы по идее этим вот мобиль мол в принципе вытащить сможем как-то я все правильно понимаю вот отсюда только нужно его вытаскивать вот и соответственно 6 наша 6 наш трофейчик найден собственно говоря он у нас и найден следующий трофей у нас находится в общем то вот тут вот в общем то тут недалеко где мы это с плющом где она тут нас этот плюща собственно говоря своего защищала скажем тогда и тут мне довольно много раз не получалось попасть вот этот вагончик а этот вагончик попасть надо потому что он там как раз таки лежит то есть это не знаю мне как-то вот почему я сейчас туда не залетела и плюс к всему если вы тут вот так вот упадете просто то не он короче не зацепится что довольно странно должны вам сказать тоже по идее он должен зацепиться за ну как бы за эту за нижнюю за нижнюю как бы поверхность вот вот опять вот почему почему я туда не вылетел попытка номер три сейчас уже по идее должен господи архамнайт я тебя обожаю замечательная игра просто если не представлять насколько он неужели конец четвертого раза хоть залетели нормально так ну и вот собственно говоря он как раз таки не найден у нас следующий трофей у нас по моему в общем туда опять же вот здесь вот как видите недалеко вот конечно на локациях это очень сильно все бесит то есть там вот реально они очень это нелогично расставлены трофей именно имею ввиду то есть там например может быть один трофей но как бы они вот идут именно по порядку это может быть один трофей на одной локации а другой трофей другой локации и вот как-то но странно и очень так глупо они по моему сделали загадочником что именно так вот именно по сути но решили сделать неудобно вот вообще я конечно для вас удобнее сделал то есть у нас будет как бы именно в каждой локации ну как бы вы сможете посмотреть описание и там у меня будет как бы как вы уже заметили да на острове блик это бы даже по сути здесь у меня по сути будет разделена она на на есть на на подлокации скажем так каждая локация и вот как-то так будет как мне кажется что попроще вам их собирать то есть вы по сути собрали да все трофеи в одной локации и потом соответственно собрали как вы перешли на другую локацию там тоже собрали все трофеи ну и естественно загадки то есть я вас я вам как-то рекомендую сделать как я вам рекомендую я вам рекомендую все таки именно вот вы взяли все трофеи на например на одной локации там же собрали разгадали все загадки то есть я конечно да понимаю что это не совсем кого будет именно по той по таймеру совпадать хотя по сути загадок вот именно на локациях их довольно мало то есть как бы там не особо сильно прям уж так шататься придется поэтому то есть ну хотя бы с феями я вам как бы так упростил жизнь это уже на самом деле хорошо то есть вам не нужно например не знаю там из одной локации переходить в другую собственно говоря что довольно долго я вам так скажу в некоторых локациях то есть например в том же самом этом штабе рыцаря архома там там ты там офигеешь вообще переходить в другую локацию потому что там ты должен выйти из этой локации еще там какое-то время полетать на этом на острове основатели да и соответственно ну как бы зайти в другую локация это плюс еще лифт то есть тебе еще приходится там лифт ждать какое-то время вот это конечно не знаю я сейчас с тобой доволен то что я так решил сделать то есть так вот упростить жизнь и конечно же я очень рад то что я решил все таки это дело дело с комментариями потому что по сути как бы я вам могу хоть что-нибудь посоветовать как бы именно по поводу каждой локации тогда получается вот а так у нас будет по сути даже обратной связи не было бы никакой это довольно так было бы печально так следующий трофей у нас вот здесь вот лежит еще плюс я вас я вас естественно прошу не как бы не ругать меня если вы как бы увидите что мне некоторые да ну это как бы сказать там прошлые трофеи короче получены вот именно это к локациям относится 7 это именно не острова а это именно лак локациям относится потому что вот я как бы именно по поэтому по порядку их делал вот именно как они в загадочник все указаны такие их делал и поэтому я лично их так соответственно делал и из-за из-за того что он говорю что они не очень по по логике как бы но расположены скажем так вот вот так вот по сути получилось то есть я вам естественно покажу местонахождение их всех просто как бы просто дальше видео смотрите и все то есть там абсолютно все трофеи естественно есть можете в этом не сомневаться так но у нас у нас очередная загадка на бэтмобиле как вы видите особо в ней ничего сложного на самом деле нет то есть нам нужно вот так вот просто всех тут разбомбить эти вот знаки вопрос которые зажигаются и все это конечно долго ломал голову как не тот как не ракетный этот шквал взрыватель зарядить наш потом в общем-то в интернете вычитал то что там оказывается вот этот штука есть которая заряжает все-таки наш этот шквал ракетный так следующее у нас очень-то находится там нас до вики вейл и вот здесь вот у нас как видите есть фанеры собственно говоря в которой мы сейчас с вами залетим и здесь вот он у нас как раз таки лежит следующий трофейчик так тут у нас гонка сейчас нам тут нужно быстренько довольно слетать кое-куда вот я вот не знаю почему но мне почему-то как-то в бэтмене гонять вот именно так нравится хотя по сути со временем она это так как мне кажется довольно прикольно то есть я не знаю я в принципе сам по себе как-то гонки не особо люблю как будто именно ну просто не за этом играть даже до чисто в них не знаю там тоже самое nfs как-то не за ним не мои просто серии как те же самые интерфайтинге да и как бы а вот здесь прямо она так прикольно очень особенно за бэтмен особенно когда ты летаешь это прям очень круто все чувствуется постарались просто постарались конечно рак стеди и мне очень постоянно хочет знать что сказать что мне постоянно хочет хочет катер сказать мне хочет что урок старые которые у нас это за гта отвечают да но нет это у нас рак стеди так что-то у меня опять с полетами непруха похоже создавать по второму кругу я думал я просто туда влечу так на этом интерсами эти все и еще раз упал молодец что могу сказать на следующий трофей чик и там нас викивейл как видите кстати вот этот билборд это ответ на одну из загадок местных то есть соответственно на этом острове что-то там она про репортера какого-то по-моему следующий трофей нас очень находится вот здесь вот это даже без загадки как вы видите просто берется и и собственно говоря и все без проблем особых следующий он у нас по моему где-то вот да вот здесь вот вы конечно простите меня за то что я так прям расплывчато очень всегда говорю потому что я просто реально уже много чего не помню то есть то как именно я тут все собирал я помню что я точно собрал все как бы но очень местоположение на карте именно я вам показываю это в принципе как мне кажется вполне себе достаточно еще естественно вам показываю некоторые ориентиры то есть какие-то с этой точки виды открываются поэтому очень надеюсь что вы не потеряетесь особо с таким очень то моим гайдом на ридлера следующий у нас находится очень то вот здесь мы здесь кстати недалеко еще бомбу последние обезвреживали если вы помните в этой в части с до сроком по моему как раз где он там у нас один не один на самом деле у нас и ридлер есть смотри один из немногих врагов наших остался из этих из особо опасных так тут у нас ловушек такая да но нам это особо не страшно на самом деле моих вот так вот грузиком придавливаем так что-то у меня опять этот косичит управление слегка похоже довольно так забавно так так вот вроде должно быть и собственно отсюда мы вылезаем следующий у нас вас башни уэйна находится тут слегка так походить придется побродить чуть-чуть с гранд-авеню вот нас собственно башни уэйна и здесь мы в общем сюда вот спускаемся и тут он нас вот тут он нас как раз таки лежит нашу плакатку с хэллоуином висит довольно такой стрёмный happy хэллоуин и кстати вот я не знаю этот пугал то он в этот хэллоуин до начал этот свой токсин тут по год он отпускать тоже по моему да как минимум не лично такой бы план очень сильно понравился но ладно так здесь сейчас мы перепрыгиваем в общем то вот здесь в данной парковки сейчас тут на бэтмобиле вот так вот попа так сейчас мы должны зарядить этим реверсом двигателя и собственно говоря сюда вот мы культируем тут у нас на следующий трофей лежит трофей здесь конечно много вот именно в городах то есть ну как бы в городах на этих на островах имею виду то есть в этих в локациях их на самом деле куда меньше то есть там во первых потому что этот самый там этот квадратик по моему три на три там в поем везде 21 трофей именно и три загадки здесь вот именно как бы на каждом острове по-своему то здесь например помпом здесь 38 по моему на острые основатели хочет там 40 41 если мне если я ничего не путаю на этом на острове бликах там по моим 37 было да вроде да тут так с ними довольно с ними довольно так не просто должны вам сказать так что нужно просто на эту на нужную высоту как подвесить но это как подвесить пустить короче на на верхний этаж до поднять поднять его вспомнил слова редко бывает я я надеюсь вы как вы уже привыкли на самом деле за все время общения со мной меня такое очень часто бывает я занять когда так на на языке при отверстие версия так сказать не можешь просто меня такое как часто я вроде ты слова сама по себя да простое но вот как-то не вспоминается короче так здесь у нас очень трудно следующий трофейчик и да кстати на этом на острове основателей у нас этих нету жертв загадочника то есть их вообще нету они у нас есть только на этом на острове блика на острове миоганя вот тут у нас это статуя свободы местная которая свои дла не укроет и всех жить и всех защитит да как про нее ридлер сам говорил в одной там из своих загадок до из прошлых и в общем тут у нас еще один трофейчик вот тут находится нам еще совсем чуть-чуть их осталось найти тут совсем чуть-чуть так следующий по моему тут тоже кайт головоломка не особо сложная этот эллиот memorial хоспитал где у нас кстати дел слишком одна проходила как вы помните с 1 гулом тут вот в общем то нам нужно этот вот шарик нам перетащить я вот если честно не знаю где эти головоломки сложнее вот именно но в бэтмен архам сити или в бэтмен архам найти я точно знаю что вот в любой из этих вот двух игр они ни в какое сравнение не идут с головоломками из-за бэтмен архам ориджинса то есть там конечно просто тихий ужас был какой-то с этими со всеми головоломками во первых там они по сути как бы объединили грубо говоря самые плохие из идеи для их поиска то есть минуту бэтмен архам ориджинс . вы помните да что у нас в этом в архам остайлами поэтому вассайлами да у нас были карты ридлера мы их там искали и соответственно на них у нас показывалось местоположение всех загадок но в архам сити они сделали слегка по-другому они там ввели этих самых помощников загадочник которых у нас кстати тоже не показываю не показывали их на карте как по сути и карты собственно ряда и из этой из дурки и вот и в архам ориджинс они сделали они такие решили а давайте кому так сделаем что у нас будут теперь вот эти информаторы загадочника до моих местоположения тоже будем на карте показывать и вот я не представляю просто кто вообще в принципе кивнул на эту идею но как мне кажется они полностью вообще всего риггера тем самым убили грубо говоря то есть ты просто сначала как бы идешь искать что этих информаторов и потом у тебя просто все опять же эти карты ну как бы значки на карте на карте есть с этими с вопросами и вот смысл тогда в принципе загадочек если ты его даже грубо говоря не не разгадываешь как бы таким вот образом получается то есть тебе то есть я сразу вообще все помечается грубо говоря ты там не знаю там полетала их там всех этих подвопрашивал да и все то есть в них вот вообще ничего сложного нет это я еще не говорю про то что там по сути 90 процентов где-то трофеев берется просто тем что ты к нему подходишь и просто его забираешь то есть там даже загадки нет никакой я конечно могу вообще часами говорить про то как мне не нравится архом ориджинс особенно очень туда сравнению вот сам с архом найтом но помню я уже даже некоторых своих зрителей заколебал слегка этим да как это называется конечно прошу прощения у вас просто как-то знаете вот играя играя в архом найт вот как-то это не хочется в общем-то не не ругать архом ориджинс так вот тут да у нас следующие этот штука по которому ехать должны так вот тут кстати довольно долго ехать надо по моему насколько я помню так еще один будет да конечно нет Так, по-моему, нам куда-то вот сюда вот, да? Ехать надо. Да. И тут мы сейчас должны отсюда выйти. И вон туда вон забраться. Сейчас мы его изнутри откроем. Вот здесь вот. Вот так вот. Так, давай-ка еще раз. Так, вот все. Готово. Ничего, стил тут, запрятал, конечно, внутри аж. Не знаю, может, чертак был бы какой-нибудь. Тут нам очень нужен просто вентиляцию выломать. Да, по-моему, вот это вот. И здесь он у нас как раз-таки и лежит. Следующий у нас, в общем-то, в этом тут, в парке аттракционов. Тут у нас два, по-моему, робота, да? Их сейчас нужно нормально так поставить на вот эти вот кнопочки. Чтобы они, во-первых, нас не заметили. Во-вторых, чтобы они, соответственно, оттуда не ушли у нас. Ну и осталось у нас тут сколько? Семь? Семь получается, да, трофеев? Семь трофеев это хорошо. Семь трофеев это уже не так много. Как когда их 38. Прошу прощения, да? Семь трофеев это очень хорошо. Здесь, в общем-то, мы, да, батмобилем вот должны поднять вот эту вот вывеску Лэйси. Департамент-стор. Департамент. Прошу прощения. И здесь у нас, вот, собственно говоря, он и находится. Вы видели? Один у нас, в общем-то, да, вот на крыше приюта есть. Но именно он не в самом приюте. Поэтому я как бы его не считаю за трофей, который именно в приюте. Я считаю именно его за трофей, который у нас лежит просто на острове. Ну, сейчас мы тут спускаемся в... Давайте, в подземелье, скажем так, рыцаря Архама. Так, а тут, по-моему... Не, не тут. Не тут надо было. Не тут надо было прыгать. Надо было вот... Эй, господи. Не, давай-ка все-таки в батмобиль, я думаю. Сейчас мы из него по-нормальному катапультируемся. Вот так вот все. И здесь у нас, собственно говоря, трофей... Трофей следующий. Итого осталось их четыре. Это уже совсем мало. Еще плюс, да, вот как видите, у меня по городу эти разрушаемые объекты есть. То есть это я уже вам говорил. То есть я просто летал по городу и, соответственно, их отмечал. То есть они отмечаются этим режимом детектива. Довольно просто. То есть это у вас особо в проблем возникнуть не должно. Но я вам вот реально советую просто сделать как. Я вам советую сначала все отметить. То есть все 15. И потом уже их, соответственно, всем разрушать. Так, здесь у нас турелька. Давайте-ка сейчас мы ее взломаем. Вот так вот. И сейчас мы ее сломаем. Вот так вот. В общем-то, да. Может было бы, конечно, не из этого из батмобиля еще стрельнуть. Ну, что-то мне как-то не захотелось, знаете ли. Ну, тут у нас тоже на этом мосту в остров Блик. Вот там вот у нас есть стеночка. Мы ее сейчас с вами ломаем. И там у нас как раз-таки лежит следующий трофей. Так, только надо сейчас аккуратно очень туда перепрыгнуть как-нибудь. Да, господи, Бэтмен, ты что-то делаешь, а? Что ты такое вообще? Что ты такое, да? Да что ты говоришь, чистая случайность, видите ли. Так, следующий у нас, по-моему, нужно в этот, в Данкин Донат залететь. Ну, этот в пончик, который вот здесь вот у нас на авеню находится. Да. Еще туда вот мы залетаем, в Данк Гуд Донатс. Прямо, прям вот в пончик вот так вот. И тут он у нас как раз-таки и лежит. И, собственно говоря, последний трофей. Он у нас где находится? Вот где вот он находится, я, если честно, не помню. Уже. Находится он у нас вот здесь вот. А, ну да-да-да, он тут просто лежит и все. То есть тут загадка, загадку даже никакую решать не надо. Вот в Бристоле. Вот, собственно говоря, и все. Все у нас трофейчики собраны на острове Миагане. И сейчас мы начинаем решать загадки. Вот, такая вот загадочка. Она у нас, по сути, решается двумя способами. Это если у вас кошка не спасена, пока что, то есть вы, соответственно, не выполняли вообще квест Энигмы, как это делал я. Это вам нужно прийти в приют и просто ее сфотографировать. То есть за это у вас, соответственно, и решится эта загадка. Есть еще один вариант ее решения. Это нужно просто сфотографировать ошейник, который она себе снимет. Когда вы, соответственно, пройдете этот его квест. То есть вот я сейчас к ней подхожу, прихожу к ней в приюте и просто ее вот так вот фотографирую. Вот видите, да, у меня загадка разгадана. Но есть еще один вариант ее решения. Это, соответственно, нам нужно... Вот, да, вот она у меня разгадана. И, в общем, еще один вариант решения. Это нам нужно... Ну, соответственно, да, если вы уже прошли квест Энигмы, Энигмы, то вы, соответственно, опять же, так же, да, приходите в приют. И здесь вы идете в комнату с этим, с последним испытанием с вашим. То есть с кошкой, где вы проходили. Этот, какие-то там, не знаю, там пятнашки, по-моему, типа. Да. Вот идете вот вы вот в эту вот комнату. Вот тут вот у нас которая. И здесь маленький-маленький такой есть ошейничек. Вот тут вот он чуть-чуть правее лежит. На вот этой вот лампе неоновой. Собственно говоря, лежит он, в общем-то, вот здесь вот. То есть он весь, да, такой маленький-маленький. Прям еще очень неприглядный. И вот видите, да, загадка уже разгадана. То есть это как бы ее второй вариант решения, грубо говоря. Вот, то есть весь, да, она у меня решена. Но если бы я это фотографировал, и она у меня была бы не решена, то, соответственно, она бы меня решилась таким образом. Ну и вот, соответственно, та часть прохождения, как бы, моего именно сюжетного, когда мы его уже тогда, Ридлера, проходили с вами. Здесь мы сейчас опять же идем в комнату с последним экзаменом. Ну, этим с последним испытанием. Как бы он тут, что-то он тут назвал его последний экзамен. Умный он очень слишком сильно похож. Галерея, она сначала проверит. Ну, конечно. Вот видите, да я вам обращаю внимание на то, что у меня 242 загадки из 243. Но это у нас, естественно, еще войдет в видео, в эту, ну, в 22-ю часть, как вы понимаете. Потому что просто я как бы в той части как раз-таки решил эту загадку. Я просто ее решил сюда добавить, потому что, как бы, это было бы довольно странно, да? Чтобы люди смотрели другую часть прохождения. Вот здесь нам нужно сейчас взломать. Тут у нас есть вот такая взлома вытелка. Тут вот, да, по-моему, она замысел. Тут у него этот вопросик. Замысел подходит, да, по буквам. Так, замысел, да. Все взломали. Ну и сейчас будет то самое главное бомбежка у Ридлера. Потому что, соответственно, мы все загадки его решили. Вот тут вот, собственно говоря, у нас ответ лежит. То есть вот эту вот маленькую, вот эту касочку нужно сфотографировать. Я тебя как-то знаешь, боюсь расстраивать, но я уже в приюте. Поэтому я к тебе, в общем-то, скоро приду, Нигма. Не переживай. Вот, соответственно, да, у нас 243, как вы видите. Вот, следующая загадка у нас, это нужно сфотографировать вывеску Эллиот Хоспитал, по-моему. Тут она. Эллиот Мемориал Хоспитал. Вот, да, вот отсюда. И, как видите, да, загадка разгадана. И здесь у нас глюки Бэтмена. То есть именно, что с Джокером связаны. Для, в общем, решения этой загадки, нам нужно сфотографировать этот Архам... Архам-Сити. То есть, в общем, находится он у нас вот здесь, вот на... Юго-Востоке, устрою Миаганя. Вот эту вот башенку, желательно. Это у нас, соответственно, да, чудо-башня. Из Архам-Сити, соответственно, да, мы ее, в общем-то, там по ней ходили, в принципе. Для этой загадки нам нужно сфотографировать, по-моему, башню Уэйна. Само по себе, если я так ничего не путаю. Или нет? Нет. Нужно тут что-то другое сфотографировать, похоже. А, да-да-да, нам нужно сейчас в башню Уэйна. И там мы найдем, по-моему, портрет Брюса с его семьей. И вот, в общем-то, он как раз-таки есть разгадка на эту... На эту загадку. В общем-то, вот именно вот этот правенький. Вот, соответственно, она у нас решена. Следующая загадка... Вот эта загадка у нас связана с Квинси Шарпом, соответственно. Она у нас находится вот тут-вот. Данкин Донатс, как и видите. То есть тот, в котором... Цель слишком мало. Нам нужно фотографировать вот те вот плакаты, где вот он у нас как раз-таки находится. Этот Квинси Шарп. Но сначала мы сейчас тут со всеми давайте-ка разберемся. Квинси Шарп. И вот тут-вот у нас как раз-таки есть разгадка. То есть вот этот именно плакат. Фотографируем и, в принципе, на этом все решено. Для этой загадки нам нужно сфотографировать этот плющ, который у нас здесь вот, в общем-то, был. Собственно говоря, с ядовитого плюща, да? Когда тут она у нас умирала. Вот этот вот... Вот это вот деревце, как бы... Не знаю, полу... Полу-ба-ба-баб какой-то. И вот, соответственно, она у нас и решена. Ну и для этой загадки нам нужно сфотографировать как раз-таки вот этот у Вики Вейл. То есть вот этот вот борт, который у нас, в принципе, был ориентиром для многих трофеев. Вот его. Вот именно вот его. Вики Вейл. Все решили. Следующая загадка. Ну вот эта загадка у нас с Рассальгулом, соответственно, да? Связана. Я, конечно, не знаю. Возможно, они изначально планировали вот его именно как Делси ввести. Но здесь именно Димон Хэт изображен. То есть, наверное, голова Димона, которая... Вот, решается он у нас вот здесь вот. Димон Хэт. Димон Хэт. Димон Хэт. Димон Хэт. навете как он помню сейчас набьем так красиво бутарангом да добили но это нас наверно что-то с двуликим связанная да ну да скорее всего вот этот хелс хелс что-то там так кто тут меня кто тут меня пинает прошу меня простить вот этот хелс гейт нужно сфотографировать вот и сейчас у нас начнутся эти жертвы загадочника в ту же собственно говоря вам на все загадки его в принципе ответ показал и вот у нас собственно первая его жертва она у нас находится вот здесь вот кстати здесь жертвы по моему они уже не привязаны к ну именно как бы к появлению их скажем так или не менее менее помпа по моему да пойму да и все-таки нужно в определенном порядке искать но здесь я вам хотя бы уже карту показывают то есть то где я стою поэтому в принципе можете понять ну тут то же самое то есть мы просто их отмечаем вот так вот и сейчас просто ищем того кто горит красным здесь очень интересно будет с последней жертвой загадочника потому что там нужен именно этот бэтмобиль то есть так как у вас есть на бэтмобиле этот электрозаряд который я собственно я всех это как вам сказать то короче он всех глушат но при этом не вырубает и вот на последнем этом заложники загадочника он как раз очень сильно пригодится то есть там будет короче такая ситуация то что не будет этого места где вы можете подзарядить батаран к электричеством вот здесь по сути он везде есть но вот именно на последнем заложнике его не будет вот именно на острове миогане это в общем такие вот дела то есть там нужно именно его батара но этим бэтмобилем завалить и все будет в принципе хорошо дай это так это зловеще говоришь я уж прям боюсь всяко вот у нас в общем то первая жертва спасена вторая жертва у нас находится пойму где-то на юго-востоке опять же да вот здесь у далтого башни война недалеко своим товар и вот там вот у нас как раз таки этот жертва есть давайте сейчас и не так не туда пульнул давай сейчас их исчезаем так вот там заряжалка по моему где то есть там да сгорел зелененьким по им кстати вот этого тоже можно было с этим сбыт мобиль его за завалить да и в принципе всех можно так мне кажется сбыт мобиль и завалить вот в общем соответственно да этот у нас теперь уже спасем и последнее она у нас находится недалеко от острова основателей то есть в общем то вот именно вот здесь вот этот у нас очень последняя скажем так его riddle после чего у нас будет это разрушение объектов по на котором я в принципе я думаю с вами попрощаюсь и здесь как раз таки как я сказал здесь как я вам сказал нам нужен уже бэтмобиль то есть здесь здесь не будет такого то что как бы он нам будет давать именно где где можно зарядить но и и я лично этого места не нашел просто этот вообще все вот облетал батарангом в принципе можете даже на это сами посмотреть но вот не нашел в общем то этого места где тут можно в принципе зарядить батаранг поэтому пришлось все таки вызывать на подмогу бэтмобиль но бэтмобиль а вы просто на него наезжаете и соответственно у нас также этим или электричеством скажем так отбрасывается да то есть тут особо ничего сложного нет в принципе тоже да увидите я думаю на этом мы будем с вами прощаться ребят с вами был я артем спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте большие пальцы вверх ставьте большие пальцы вниз комментируйте вступайте в группу вконтакте рассказывать о канале друзьям добавляйте видео избранное надеюсь этот гайд вам помог по сруми агане и всем на этом как всегда большое спасибо и всем на этом ребят пока до новых встреч всего в общем хорошего и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...